Мы поговорим с вами об отравлении угарным газом. Нарушение походки, тошноты, рвоту, головокружение. Иногда люди считают, что они чем-то отравились. Тогда, когда концентрация этого небольшая. Но концентрация угарного газа большая. Возможно, вообще исключает первую симптоматику. Человек лег спать и не проснулся. Во время сна происходит накопление угарного газа в помещении. Он соединяется с гемоглобином крови. Возникает карбоксигамлобин, который замещает оксигемоглобин. И человек погибает от тканевой гипоксии, то есть от отравления. При отравлении угарным газом, который бывает в легкой степени, средней и тяжелой, что зависит от экспозиции, от времени нахождения человека в том помещении, где находится угарный газ. Даже при правильном лечении, при проведении баротерапии может некоторое время оставаться астенический синдром, который будет проявляться головной болью, поташниванием, слабостью. Вывнести человека на поверхность. То есть, чтобы антидотом или естественным, так сказать, лечебным мероприятием, это кислород. Угарный газ – это газ, который не имеет ни цвета, ни запаха. Он возникает при неполном сгорании топлива. И при неисправности приборов может у вас попадать в жилище кухня, ванна, в сарае, где находятся какие-то топительные приборы. Свои собственные котлы, которые у вас устанавливают рабочие, тоже нужно обязательно проверять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова